Газета «Нераскрытые преступления» представляет В мире есть сила, порядок и закон Когда равновесие нарушается, появляется преступление 22 ноября 1963 года, Даллас, Техас Кортеж президента Джона Кеннеди передвигается по Элм-стрит В 12.30 раздается три выстрела Единственным официальным подозреваемым в убийстве Кеннеди В тот же день становится бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окруженную тюрьму 24-летний Освальд был застрелен одним из бизнесменов Далласа Убийство Кеннеди принято считать одним из самых резонансных и загадочных преступлений 20 века Однако в уголовной юстиции у любой загадки всегда есть срок годности Причина всей таинственности того или иного преступления заключается в отсутствии желания, возможности или необходимого уровня подготовки при разгадке очередного ребуса Всегда есть научный подход, который является ключом к раскрытию самого невероятного и мистического преступления Вернемся к убийству Кеннеди Три попадания в мишень Сомнительный подозреваемый Отсутствие прямых доказательств и физическая нейтрализация подозреваемого в течение 7 дней после атаки на первое лицо В истории существует как минимум один аналогичный прецедент, который произошел за 45 лет до событий в Далласе 30 сентября 1918 года Москва, завод Михельсона После выступления на митинге рабочих во дворе завода тремя выстрелами в спину был ранен Владимир Ильич Ленин По официальной версии покушение совершила полуслепая эсерка Фанни Каплан Три дня спустя без суда и следствия 28-летняя Фанни Каплан была расстреляна по устному указанию председателя в ЦИК Свердлова Комплексное расследование и связь этих двух событий – тема отдельной передачи В рамках рубрики «Психодиагностика» вместе с Михаилом Ильичом Викдорчиком Единственным специалистом в Украине, которого признает швейцарское сообщество «Судьба аналитиков» Мы исследуем состояние, в котором находились подозреваемые в совершении этих двух преступлений Используя фото и видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, мы рассмотрим два объекта Ли Харви Освальд и Фанни Каплан Ключевой вопрос, который редакция нашей газеты задала Михаилу Ильичу Викдорчику Могли Освальд и Каплан в принципе совершить убийство? Или у них было какое-то иное предназначение в этих двух историях? Мы видим определенную целеустремленность, ответ на вопрос И при этом его напряженная поза говорит о его твердости О том, что сомнений в том, что он говорит сейчас, у него нет Он говорит с достаточно высокой долей убежденности Причем внутренней убежденности Взгляд у него прямой, то есть это жесткий, губы поджаты Уголки рта опущены То есть голова чуть подвернута в центр-лево Это говорит также о твердости, о уверенности в себе И взгляд человека, который выполнил и выполняет свое предназначение Вы увидели отличие фотографии Освальда до совершения преступления и после задержания? Нет Отличий нет? Нет Потому что та же целеустремленность, та же жесткость, та же твердость В его жестах, походке, мимике, фотографиях сквозит один и тот же, одна и та же черта Устойчивый, достаточно паранояльный стержень Даже на фотографии с женой и ребенком он тоже виден Он уверен в том, что он сделал правильно в соответствии со своими убеждениями Мотив у него существенный Люди такого плана, скажем, они достаточно вербуемы под идею Они очень чувствительны к идеологии И воспринимая идеологию, они ее несут и развивают По сути дела, быть носителем идеологии И не иметь паранояльности одной из ведущих структур личности невозможно Он имеет отношение к той идеологии, которая способна ради высших идеалов пойти на уничтожение То есть, я бы сказал так, от такого стандартного демократического прописанного мотива отличается Поскольку мы готовы уничтожить, или мы готовы уничтожать других Мы готовы ради счастья человечества его угробить Мы готовы привести его железной рукой к счастью Мы четко видим, как он наклоняется к микрофону То есть, это означает, что не просто я говорю в микрофон Я не просто, я хочу быть услышанным аудиторией Я хочу донести свое мнение Я наклоняюсь в микрофон Это не только мотив, связанный с паранояльностью Но и мотив, связанный с демонстративностью Я хочу остаться в истории Что, собственно говоря, и произошло Нас не интересует сейчас, в рамках этой программы Мог ли Освальд убить Кеннеди Вопрос звучит следующим образом Мог ли вообще Освальд совершить убийство? Совершить убийство он мог При существовании внутри него Встроенной достаточно жесткой идеологии Которая говорит о том, что враги существуют И врагов нужно уничтожать Кто не с нами, тот против нас Кроме ФБР, расследованием событий в Далласе Официально занималась комиссия Уоррена Одно из ключевых заключений официально звучит следующим образом Убийство Кеннеди было совершено преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом Может ли такая убежденность И такая идеология появиться Без вынушения со стороны третьих лиц? Кто-то должен ознакомить Кто-то должен инициировать Разъяснить и ввести Должен быть проводник Фактически мы имеем дело с Некой пулей В виде Освальда Которая была заряжена и выпущена Для пули Должно быть устройство, чтобы ее разогнать И направить в цель Но при этом должен быть кто-то Кто будет проводником К базовым идеям Кто введет в этот круг Сделает из него Из революционера-одиночки Революционера, который действует в сообществе Практически сразу после событий в Далласе Независимая экспертиза Сопоставляя фото и киноматериалы Обнаружила признаки шести выстрелов С трех разных направлений Очевидно, что один из центральных выводов Комиссии Уоррена Согласно которому убийство президента Совершил преступник-одиночка Является несостоятельным Во взгляде печаль Депрессия Опущены, приспущены гулки рта Как бы взгляд показывает Жизнь закончена Но общее впечатление От просмотренного в виде материала Это как бы покрывало депрессии Покрывало пониженного настроения Уход, углубленность во внутренний мир Вариант в том, чтобы поверили То, что она является тем стрелком Он достаточно удобен Даже если она стреляла То, опять же, женская рука Которая была каплан Или толпа разбежала Составила одну депрессивную У которой ноги приросли к земле Она не понимала, что происходит И куда бежать И вообще, что происходит Она находится в своем мире Ее могли привести и оставить То есть, в этом случае Депрессивный человек Он управляем В этом случае есть Не только Группа Есть определенные Как бы узкие Два-три человека Которые управляют То есть, человека превращали в механизм Фигуру на шахматной доске Выставили ее Для того, чтобы она просто Сыграла свою роль Либо отстреляла И сыграла свою роль Либо осталась И сыграла свою роль Благодаря оценке Михаила Викдорчика Становится очевидно Что Фанни Каплан Находилась в управляемом состоянии В чьих руках Находился пульт управления Сейчас уже не важно Главный вопрос Могла ли она совершить Покушение на Ленина Рассмотрим еще одно Очень важное обстоятельство В художественном фильме 1939 года Мы видим, что преступление Было якобы совершено Днем или ранним вечером Однако, личный шофер Ленина Степан Гиль В своих показаниях заявил Я приехал с Лениным Около 10 часов вечера На завод Михельсона Таким образом Вероятность того Что полуслепая Каплан В ночное время суток Могла трижды Выстрелить в Ленина И при этом Все три раза Попасть в него Стремиться К математическому нулю Когда определенная группа людей Готовит смертниц Которые идут взрывать Они идут Чтобы быть жертвой Потому что Им рассказывают о том Что жизни дальше нет После всего Что их жизненный путь Приводит их к этому событию И они должны Сделать именно этот акт Их готовят и убеждают На мой взгляд Ассоциативно Есть общность Между их Особенностями Психологической линии И Фанни Каплан Понятно что в этих историях Еще очень много скелетов в шкафу И фактов которые могут стать очевидными Только при наличии Особого научного подхода Именно поэтому Редакция нашей газеты Провела комплексное расследование И сопоставление событий 1918 И 1963 года С результатами этих расследований В скором времени Вас познакомит Олег Мальцев В рубрике Спецвыпуск Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok